Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как проходит Бристоль International Balloon Fiesta, то есть фестиваль воздушных шаров в городе Бристоль. Ежегодно в середине августа в западной части Англии собираются сотни тысяч зрителей, чтобы посмотреть на такое грандиозное шоу под названием Международный фестиваль воздушных шаров. Все это проходит в достаточно крупном городе Бристоль. Здесь в течение практически недели ежедневно в 6 часов утра и в 6 часов вечера команды из Великобритании и других стран поднимают в небо около сотни воздушных шаров одновременно и летят над городом. Мне удалось попасть на этот фестиваль летом 2017 года. Мы поехали с моей подругой из Екатеринбурга посмотреть на это шоу. Так как к 6 часам утра мы, естественно, не успели, мы сели в поезд где-то часов в 10 утра и поехали в город Бристоль. Там решили погулять, потому что я много раз была проездом в этом городе, так как это большой развязочный узел. И в Уэльс мы ездили, и в градство Корнвелл, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Также мы с друзьями ездили в город Плимут, маршрут, до которого он пролегает через этот город. И нам с подругой удалось там погулять, насладиться красивыми видами. Достаточно большой город, о нем я расскажу чуть попозже, а сегодня про фестиваль воздушных шаров. Прогулявшись по Бристолю, мы направились в местечко под названием Аштон-Корт. Это такая большая территория, наверное, как парк или лесопарк, где как раз таки и собираются все эти команды, надувают свои воздушные шары и летят в небо. Это место находится уже за городом. Добраться до него можно на маршрутном автобусе от железнодорожной станции, минут 10 ехать до туда и стоит это около 2 фунтов. Мы сели в этот автобус и поехали, так как не знали дороги и где вообще все это находится. Но доехав до туда, мы поняли, что можно было в принципе прогуляться пешочком до этого места. Маршрут составит, наверное, около 30 минут пешком. Оттуда открывается великолепный вид на вот этот вот знаменитый Бристольский мост. И я бы с удовольствием, наверное, все-таки прогулялась пешком, пофотографировала этот мост. А так вот то, что мне удалось снять из окна автобуса, вам сейчас показываю. Доехав до места, нам пришлось немножечко подняться вверх, в гору. Там мы увидели огромные стада оленей, которые в принципе так же, как и в лондонском Ричмонд парке, пасутся на поле и не боятся людей. Ну, я их тоже поснимала издалека. И мы прибыли на место. Там была такая огороженная площадка с парком развлечений для детей и взрослых. И на этой площадке уже лежали полотнища материи, эти воздушные шары, но только еще пока не накачаны. Оказывается, все ждали отмашки, полетят они в этот день или нет. Это создается при помощи дыма, зеленого или красного. Если красный дым, то полет отменяется в связи с погодными условиями. И так как погода была неясная и был сильный ветер, мы уже немножечко так напряглись и думали, наверное, уже не увидим это зрелище, потому что погода была не летная. Но пока мы ждали, нам показывали небольшие шоу самодельных каких-то самолетиков, аэропланов. Также люди просто что-то перекусывали, стояли в очередях в палатке с различной едой. А мне же понравился мужчина, который разносил клубнику со сливками в таком вот ящичке с британским флагом. Ну, как-то смотрелось это прямо по-английски, так супер-супер. И я за ним охотилась и сняла его как на фото, так и на видео. Но в конечном итоге в районе пяти часов наконец-то пустили зеленый дым, и мы обрадовались, что шоу состоится. Разложенные на поле полотнища стали надуваться с полохами огня, прибывало все больше и больше машин, раскладывали больше и больше воздушных шаров. Кто-то надувался и улетал. И так вот постепенно друг за другом в небо взлетало огромное количество воздушных шаров. Мне очень запомнились и понравились воздушные шары в виде каких-то фигурок. Например, был миньон, знаете, такой мультипликационный герой с одним глазом, и королевский гвардеец. Очень часто на таких мероприятиях всплывают различные фигурки. Ну, а в основном, конечно, воздушные шары украшены рекламой фирм, компаний и продукции. Так как это дорогое удовольствие поднять в небо воздушный шар, кто-то должен это спонсировать. И вот спонсоры украшают воздушные шары своей рекламой. Но мы с подругой пофотографировались на этом фоне, стали смотреть в небо, все это снимать. И как все это выглядело, вам сейчас показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Многие люди кульминацией данной фьесты считают мерцание воздушных шаров в темноте. Это происходит вечером в день открытия и в субботний вечер в 21.30. Воздушные шары при помощи сполохов огня летят в темноте под музыку на фоне фейерверков, которые даются вот в эти вот определенные дни. И, конечно же, это очень красивое зрелище. Но мы, не помню, были в субботу или воскресенье, в один из выходных мы ездили. Не стали ждать 9 часов, мы об этом не знали. И так как у нас был поезд запланирован там в 7 или 8 часов вечера, мы отправились в Лондон. Кстати, по поводу Лондона, я слышала, что и там проходит такой фестиваль в районе Кеннери Ворф. И проходит он в основном в 5-6 часов утра. По-моему, тоже где-то в июле или в августе. Но так как над Лондоном с 6 утра начинают летать самолеты, в вечернее время такое мероприятие в Лондоне провести нельзя. Так как я всегда в основном жила в западных районах, до Кеннери Ворф в 5 часов утра мне было не добраться. Поэтому в 2018 году я услышала, что это мероприятие будет проходить в 5 или в 6 часов утра в Баттерси парке, до которого я могла доехать на ночном автобусе, в принципе. И я запланировала такое посещение мероприятия, но, к сожалению, в 5 часов утра я проснулась, по будильнику встала, посмотрела за окном. Была какая-то пасмурная погода и было непонятно, полетят они или нет. И так как очень хотелось спать, я легла спать дальше. В общем, не поехала я в Баттерси парк смотреть воздушные шары над Лондоном. Такая вот история. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!